Первая ёлка – первый новогодний праздник. Так можно сказать о многих в этом зале. И делать фото на память приглашённые начинают ещё до начала праздника. Рафаэлю год и девять месяцев. И он со своей мамой Элен в числе особых гостей. Мы родились очень рано, получается, в 26 недель. Весили 900 грамм всего лишь навсего. И благодаря, конечно, уходу врачей нам удалось перейти через многие трудности. Сегодня мы вот такие замечательные. Именно им, детям, которые родились недоношенными, весом часто менее килограмма, посвящён этот праздник. Проводит его мэрия Сочи с общественной организацией «Лига женщин Мост Добра», которая несколько лет помогает, приобретая оборудование городской больницы номер 9, в которую входит и большая детская, и перинатальный центр. Есть хорошие результаты, потому что в нашей перинатальном центре и в детской больнице непосредственно очень хорошие методы выхаживания и очень хорошее уже у нас оборудование. Вы помните, это начиналось в 2010 году с первого квеза, который мы тогда дарили от «Лиги женщин». Обновление медицинской программы «Обучение врачей» – это лишь часть городской программы по модернизации здравоохранения, и детского в частности. Результат очевиден. Смертность недоношенных малышей, даже тех, кто родился весом менее полукилограмма, сократилась более чем в три раза. То, что мы сегодня акцентрируем внимание на детках, которые сегодня родились маловесные, то мы хотим в первую очередь подчеркнуть то, что это все стало возможным благодаря улучшению материально-технической базы здравоохранения, прежде всего базы здравоохранения детской больницы, и вырос профессионализм наших врачей. Один из итогов года – сочинские мамы недоношенных малышей перестают стесняться говорить об этом. Еще один ложный стереотип может уйти в прошлое. Что касается взаимодействия «Лиги женщин МОЗ Добра» и больницы номер 9, то оно продолжится. Уже известно, что благотворительная организация приготовила перинатальному центру очередной подарок. Какой именно, пока остается секретом. Галина Захарова, телекомпания ФКТ.